Часом ранее. Теребральная дегенерация. Может ли быть, что у меня это болезнь? Я не уверена. Я хочу убедиться. Мне нужно узнать, какая точно у меня болезнь. Я не могу ждать с этими подозрениями. Я поеду в больницу. Найду доктора Анура и попрошу, чтобы он рассказал мне все в деталях. Идите. Спасибо. Спасибо. У тебя нет с утра урока? Есть. Но погода слишком прекрасна, чтобы сидеть в помещении. Это, наверное, самая лучшая сторона обучения ветеринара. Повсюду птички, кошки, уроки повсюду. Почему ты так смотришь на меня? Просто. Осторожно. Я не настолько неуклюжа. Тебе не нужно постоянно вести себя рядом со мной, как супергерой. Ты куда так? В больницу. Я ведь говорила тебе, что поговорю с доктором. Скажу, жизнь не проходит, падая, поднимаясь. Одна поедешь. Что, прости? Хочешь, чтобы я поехал с тобой? Нет, я сама поеду. И автобус едет. До встречи. Папа. Одесс? Да. Твоя пациентка, о которой ты спрашивал меня на прошлой неделе, знаю ли я ее, Джихан Юрекли. Что с ней? Присаживайся. Кто она, Джихан Юрекли? То есть, для тебя она важна? Это изменит твой ответ, отец? Что, Джихан? Сынок, ты спрашиваешь у меня личные данные пациента. Конечно, я спрашиваю, кто она тебе. Ладно, раз не хочешь говорить? Махир. Садись, расскажу. Учихан, неизлечимая болезнь. Не имеющая метода влечения. Неумолимая и прискорбная болезнь. Теребральная дегенерация. Теребральная дегенерация. Битюль, слушаю. Вызови мне доктора Анура срочно. Хорошо, доктор. А вы вызывали меня? Да. Присаживайся, пожалуйста. По поводу твоей пациентки, Джихан Юрекли. Да? Ее мать, госпожа Фиген. Это так? Медицинский персонал. Да. Да. Похоже, вы в курсе наших недопониманий. Какое недопонимание? Я подумал, что госпожа Фиген пришла к вам из-за этого недопонимания. Нет, она мне ничего не говорила. Госпожа Фиген – моя давняя подруга. О болезни ее дочери, точнее о том, что Джихан Юрекли – ее дочь, я сегодня утром случайно узнал. Молодая девушка. К тому же, она учится в одной школе с моим сыном. Добрый день. Добрый. Я хотела поговорить с доктором Ануром. Он на месте? Он не здесь, но где-то в больнице. Придет. Посидите, подождите. Хорошо. Доктор? Я хотела у вас кое-что спросить. Очень быстро. Если вы свободны, конечно. Ты записывалась на прием? Нет. Прошу прощения, я пришла. Вы говорили, если что-то захочу спросить. Я лучше запишусь на прием. Не нужно. Пойдем. Присаживайся. Итак, я слушаю тебя. На самом деле, возможно, это будет глупый вопрос. Я на днях вчера приходила с вами поговорить, вас не было на месте. Была маленькая девочка Дерин. Как я плохо рассказываю, да? Я познакомилась с отцом Дерин. Он тоже ваш пациент. Он был очень болен. Я никогда в жизни не видела такого беспомощного человека. И поэтому приняла решение, что лучше всего будет спросить у вас, господина Нур. Не нужно что-нибудь знать о своей болезни? Нет. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео. Включить уведомления, чтобы смотреть первыми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!